Всем привет! Я решила вам сегодня рассказать о своих очередных посылках с сайта Алиэкспресс. Это косметика, так что всем, кому неинтересны косметические заказы, выключайте. Я не стала ждать, пока придут все палетки теней, которые я заказывала. Я решила, что посылок будет много и я их как-нибудь доскучкую. Я заказала 5 гелевых подводок. Единственное, что свочно-черную подводку я вам не покажу, так как у меня есть гелевая подводка открытая. Эту я открывать не буду. Здесь даже вот такая крышечка, которая закрывает. Обычная черная гелевая подводка. Я взяла себе про запас, потому что черные подводки используются, естественно, быстрее. Моя уже вроде там еще, наверное, половина есть, но я боюсь, что она подсохнет. И взяла еще 4 оттенка. Если кого-то интересует, я оставлю все ссылки на всех продавцов внизу. У этого продавца черный оттенок шел под вторым номером. Под 11 номером шел коричневый такой, темно-коричневый оттенок. Вот сводчик. Здесь кажется, что он черный. Он действительно такой темно-коричневый, но все-таки чуть более коричневый на самом деле. Камера немножко искажает. Под третьим оттенком шел такой красивый синий оттенок. Вообще потрясающий. Камера его сейчас тоже чуть привирает. Он чуть потеплее. Вот он какой-то не васильковый, но вот что-то такое. Он очень красивый. Вообще потрясающий синий оттенок. Мне очень понравилось. Я не поняла, почему одного и того же продавца. Одни те же гелевые подводки. Некоторые квадратненькие, а некоторые кругленькие. Итак, в двадцать первом номере идет вот такой оттенок. Какой-то зеленоватый, цвета морской волны немножечко. Ну, в общем, он такой слегка перламутровый, светло-зеленый оттенок. И номер двенадцать. Это идет такой серебристый, но тепло-серебристый. В нем присутствуют какие-то такие бурые оттенки. То есть под каким-то углом все-таки есть нечто коричневатое такое. Но он не именно серебристый. Он просто такой тоже перламутровый. Но какой-то более теплый. Мне очень понравились все оттенки. Долго держится, все нормально. Потому что, когда я читала отзывы, кто-то писал, что замечательные кремовые тени. Не знаю, может быть, конечно, вот эти особенно оттеночки. По ощущениям, они, может быть, напоминают кремовые тени. Я не знаю, как это... Можно ли их так наносить. Может быть, и можно. И я очень волновалась. Вдруг это действительно кремовые тени. Просто у продавца перевод тот еще. Вдруг это гелевые подводки. Но мне очень понравились оттенки. Хочу заказать себе еще. Только вот теперь не знаю, в каких оттенках. Потому что светлые оттенки. Даже вот этот вот серебристый. Под него нужно все-таки подобрать какой-то макияж, чтобы вот этот серебристый подошел. То есть черные можно куда, где угодно использовать. А вот светлые уже не везде они смотрятся. И пришли мне три палетки. Это от трех разных продавцов. Палетка от Too Faced Matte Eye. Это палетка, которую я очень давно хотела. Почему я познакомилась с сайтом Алиэкспресс? Я искала палетки от Too Faced именно в таких картонных упаковочках. И вот в результате, сколько я заказывала, все-таки я мимо проходила. Так как у меня есть палетки уже в жестяных коробочках. Но тут все-таки заказала я себе картонную палеточку. С таким вот бантиком, с такой ленточкой. Здесь нет зеркала. Здесь девять матовых оттенков. Очень, ну конечно, сама палетка есть вот в рефилах небольшие такие нюансики. Сама палетка очень красиво выглядит. И тени, то есть вот матовые, светлые, потрясающе набираются. Ну, в общем-то, качество самих теней очень хорошее. Мне понравилось. Качество палетки понравилось. Я говорю, есть вот там маленькие нюансики. То, что рефилы как-то не очень аккуратно вставлены. Палеткой я осталась очень довольна. Не буду делать конкретно свочи. Сниму, пожалуй, видео на каждую палетку. Такие мини-видео именно со свочами, если кому-то интересно. То сниму, можно будет посмотреть. Следующая палетка Баумсей. Такая большая палетка. Здесь уже зеркало есть. Не так закрою, что-нибудь. Здесь есть зеркало. Здесь 18 оттенков теней. И вот здесь внизу два таких мини-трафаретика. Один трафаретик идет для бровей. Как-то там подкладывайте подбровь, надбровь. Но, честно говоря, мне кажется, это неудобные трафареты. И второй трафарет, который здесь вот стрелочку можно. А здесь вот такие кончики для стрелочек. О чем вам показать, чтобы было видно. То есть тут подлиннее стрелочка, покороче, поменьше, еще меньше. Ну, это я как-то пробовала. И удобно, и неудобно. Такое двоякое мнение. Теперь о тенях. Сама палетка вообще потрясающая. Она настолько вот плотная, она картонная. Но настолько она плотная, что я была вообще поражена. Я думаю, наверное, она не картонная. Когда вытаскивала из коробочки, вообще была просто в шоке. То есть качество палетки вообще идеальное. Качество рефилов хорошее. За исключением вот этого рефила, который здесь тень насыпана как бы сверху даже. С горочкой, так скажем. Но тени очень мягкие. Тоже матовые тени хорошо набираются. То есть здесь и матовые, и шиммерные. Ну, получается так, что первые 12 оттенков шиммерные, последние два ряда идут уже более темные, более матовые. Здесь даже написано, что здесь какие-то вот этот ряд, по-моему, можно для бровей использовать. Ну, в общем, все тут расписано, написано. Получается так, что здесь и светлые оттенки, и темные оттенки, и цветные оттенки. То есть палетка тоже на все случаи жизни. Качество теней отличное. То есть здесь и качеством палетки, и качеством теней вообще довольна. Тоже никаких нареканий особых нет. А вот и третья палетка, которую я заказала, это палетка Стилла. In the Light, по-моему, она называется. Нет, In the Night она, по-моему, называлась. Ну, в общем, как-то так, потому что здесь уже половина все подстерта, вы видите, да. Вот здесь вот, как приклеивалось зеркало, отпечатано. Качество самой палетки тоже, она какая-то вся расхлябанная. Она очень быстро разомнется. Зеркало, качество здесь. Какие-то вмятины, царапины тоже непонятные. То есть по качеству палетка сама на тройку. Мне не понравилась именно, как выполнена палетка. То есть она вот вся вот какая-то перекосившаяся, вся такая помятенькая какая-то, не очень. По качеству теней сначала я тоже думала, что, ну, наверное, не очень. Поставленная на 4 с минусом, тоже как бы не тройку, потому что вот эти два оттенка меня сразу разочаровали. Они не то чтобы меловые, они плохо набираются как-то, плохо пигментированные. Шиммерные оттенки, все тут хорошая пигментация, все красивые оттенки. Но вот эти два матовых, вот эти тоже два матовых темных, но вот эти два матовых подкачали. То есть темные нормальные под пигментацией, а светлые плохие. Но я сделала пару макияжей с этими, с этой палеткой и поняла, что тенями я очень довольна. Они очень мягкие, они хорошо тушуются. Даже шиммерные оттенки, которые обычно для, если надо где-то что-то подрастушевать, я использую какие-то более плотные такие кисточки, потому что шиммерные оттенки плохо тушуются. То есть здесь я смогла их растушевать, даже обычной мягкой растушевочной кисточкой. То есть именно по качеству тени очень хорошие. Даже вот этот светлый оттенок набирается плохо, но если постараться, его можно набрать, просто нужна хорошая кисточка. Так что в принципе тени, ну, будем говорить так, на 4, 4 с плюсом. Если бы не вот этот светлый, ну, вот этот еще так себе, ну, вот этот светлый все-таки плоховато набирается, то вообще было бы хорошее качество. Сюда еще входил карандаш. Он такой какой-то, я не знаю, написано ли здесь где-то оттенок, здесь столько всего написано, но как-то оттенка самого нет. Но он какой-то такой черно-коричневый. Прямо сразу минус в том, что вот этот стерженек у меня изначально выскочил, то есть я только открыла карандаш, он вылетел у меня. Поэтому это, понятное дело, минус. Во-вторых, когда вы его наносите, он какой-то, ну, как-то плоховато наносится, то есть какие-то огрехи остаются. Он какой-то немножко, я даже не знаю, как сказать, слишком плотный, что ли. То есть на глазах он плохо растягивается. Он не мягкий, не жесткий, а вот именно как-то тормозится он, когда пытаешься что-то нарисовать. То есть сам оттенок по себе такой неплохой, да, какой-то черно-коричневый, в принципе, тоже ходовой. Ну, вот качество тоже так, на 4 с минусом. А за счет того, что стержень выскочил, конечно же, на 3 с минусом. Так что о этой палетке у меня осталось такое неоднозначное впечатление. Но тоже ссылку на продавца оставлю, если он еще есть. Посмотрим. Подкачала, конечно, качество палеточки. Это пока все, что я получила. Ожидалось у меня посылок, ожидается еще много. Но все посылочки вот так вот. Там одна палетка, там одна палетка, там еще что-то. Поэтому будут еще, наверное, несколько видео о заказах сайта Алиэкспресс. Именно косметических, да не только косметических. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Будет видео обзоры на каждую палетку по отдельности со сводчими. Я вас всех люблю. Всем пока-пока. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...